Приветствую вас, вы знаете, Евгения, я бы вам хотел бы вот задать такой вопрос, который может показаться немного необычным для вас, но тем не менее, почему вы называете себя Женя, почему Женя, а не Евгения, то есть вот есть у меня такое ощущение, что вы как будто бы себя преуменьшаете, что-ли, вот, я конечно, я конечно не знаю, может быть, может быть я и не прав, но выглядит всё именно так, это вот первый вопрос вопрос, который мне захотелось вам задать, как непролекционно это звучит. Дальше, я люблю животное, то есть вы, а что это значит, что вы любите животное, ну то есть вот любовь к животным это, это что такое, ну для вас, что такое любовь к животным. Что вы чувствуете, может быть вам нравится что-то вот в животных, да, или как, что, то есть вот давайте как-то вот на это обратим, обратим ваше внимание. Ваше внимание, что вы вкладываете в то, что вы любите животных. Давайте постараемся на этот вопрос ответить, мне кажется это достаточно важно и было бы весьма интересно, было бы весьма интересно, чтобы вы на него постарались ответить на этот вопрос. Понимаешь, да? Понимаешь, да? В последнее время не особенно заостряю внимание на том, сколько жестокости у их отношений. Ну честно говоря, вам может показаться довольно финишно, что я скажу, но есть вероятность, есть такая вероятность. Мне сказать, что слишком великая, да, но такая вероятность есть. То, что вы проецируете, с этими словами, переносится на животных. Некоторые свои собственные проблемы, некоторые свои собственные, конфликты свои собственные, противоречия может быть свои собственные. Трудности. Трудности. Я бы так сказал. То есть, на животных, как правило, переносится то, что он, ну, то, что вы ощущаете. Вот. И, соответственно, тема жестокости, да, вероятность имеет какое-то значение. А значение достаточно важное, очевидно. Вопрос, конечно, заключается в том, что это за значение. Вопрос, почему? А вы, так вот, собственно, реагируете на, эм, на жестокость, чем это связано. Это момент интересный. Как правило, это, повторю, связано именно с, э, именно с, э, э, с переживанием своей собственной. Не знаю, эти переживания, например, 갑자기 реагирует на жестокость, во ortmutusan шитик impasse. genomites you. Просто, например, практически somos. Эти舉ungen. Потому что это совершенно не значит, что вы не любите животное. Просто возношно, вы любили бы, ну вы относились бы к жестокости, как бы менее полезно, да, и это не просто жестокость не сделала вас, вот, потому что реальный мир, реальный мир, он таков, что в нём жестокости есть и жестокость есть к животным, вот. И если опять же говорить про животных, то у всех раз разные восприятия боли, боль воспринимают как боль только высшая животная, вот. Например, такие существа, как, значит, приспекающиеся, то есть змеи, там, да, да, они от кого боль не испытывают, вот. На них нет такого вообще, ну, не восприятия. Но суть не в этом, суть в том, что вы не принимаете реальный мир. Потому что вам очень больно, когда речь идёт о жестокости к чему-то живому. К чему-то живому. Живому. И жестокость к чему-то живому вас задевает, а вот это очень больно. Вы чувствуете себя виноватым. Вполне вероятно, что здесь вы на себя обращаете, обращаете, обращаете о то, что хотите оооо, для оооо, того, кто причинил жестокость вам. Ну, опять же, да, как я думал. То есть я, понятное дело, что в этом не уверен, и, понятное что это к предположению, но пока что выглядит все это именно так, с точки зрения психологии. Если вы обращаетесь именно к психологическому знанию. Понимаете, да? Что я имею ввиду? Так что, дальше. Поскольку мне кажется, очевидно, что человек не является единственным существом способного счастья, а способным чувствовать, я чувствую себя виноватым как представитель человеческой раски. Здесь, очевидно, вы, как бы, вмещаете в себя ту вину, которая предназначена для другого, но, как бы, вы отчаялись, условно говоря, донести до человека, что он, ну, что он, что он, там, я не знаю, ответственен за свои действия, поступки и так далее. Вот. Потому что, ну, вы же понимаете, что, Немножко Немножко Разное взаимодействие, чтобы Испытывать вину. Вот. Тем не менее, Тем не менее, Вы Вину Чувствуете, И она вас откуда-то берется. Значит, Здесь два варианта. Или вы Убегаете В Вину За это От чего-то другого Или Или вы вмещаете в себя Вину Вину Которая предназначена не вам. То есть, Вы Даете Себе То, Что Хотите, образно говоря, дать другу. Ну, Тому, Кто Обращался с вами Часто Жесток, Например. Да? Если у вас Есть Ну, В жизни Вот, если у вас действительно Есть в жизни такой опыт. Опыт. Ну, опыт Именно Вот. Такой Еще Такой жестокость. Понимаете Я надеюсь Вот Что я имею ввиду. Дальше Я понимаю, что Закон жизни Такой Взрыв Что Один забирает энергию другого. Нет Это у нас не так работает. Ни один забирает энергию другого. Меня очень пугает И сам процесс Бесполежная жестокость Оооо На меня вот пугает И сам процесс Отмете Бесполежная жестокость И сам процесс Отмете У вас пугает жестокость, за вас она опасна, за вас что называется жестокость опасна. Неплохо было бы понять, вам разобраться в этой опасности, что это такое, что вы сюда вставляете опасность. Вот, потому что как вы понимаете, это чисто ваше восприятие и концепция тоже чисто ваше в данном случае. Дальше. Так, то, как это звучит животных на мех и мясо. Люди делают это как довольно жестоко, так и милосерно. Я бы сказал, что зависит всё от конкретных людей. И конкретная человеческая жестокость, вследствие конкретных человеческих проблем, как таковой абстрактной жестокости, не существует. Поэтому я бы сказал, в какой-то степени, что здесь вы уходите, что называется, в избегание. Вопрос только в том, почему вы уходите в избегание. Потому что в данном случае речь идёт, я повторюсь, про абстракцию. И вы убегаете. Дальше. Да, я видел в детстве из окна, случайно весь процесс убийства БК. Помню звуки, осознание того, что происходит, было сразу, но с возрастом, сейчас вспоминаю эту картину. Наверное, тогда вы пережили абсолютные эмоции, вот, в то время. Вот, в тот момент, точнее, вы пережили абсолютные эмоции, вот, но так вышло, что поделиться вам этим голосом, и вас это травмировало. Вот. А вот, если вас это впечатлило, и вас это впечатлило, будучи маленькой. И это, в принципе, нормально, чтобы вас впечатлило. Ну, было бы странно, если вас это впечатлило. Вот, потому что это, правда, такая достаточно зрелищная, конечно, в кавычках, какая картинка, вот. Но, важно то, что вам не надо было поделиться, вот. И, соответственно, вам вас это потрясло, и вы застряли в этом состоянии. Ну, условно говоря, в этом переживание, скажем так. Вот. Дальше. Я не боюсь за свою жизнь. Вижу, тут часто об этом пишут. Ну, это нужно выяснять. Я бы не сказал так. В 28 лет у меня высшее образование, я замужем, но все у меня хорошо. Ну, то, что у вас высшее образование и вы замужем, никак не связано с тем, какую проблематику вы описываете в своем тексте. Ну, поэтому, вы извините, конечно, да, но я вам верю, что у вас все хорошо. Вот. Я вам верю, что у вас все хорошо. Но, как бы это никак не связано между собой, то, что вы описываете. Вот. Потому что у вас может быть высшее образование. Это, блядь. У вас может быть высшее образование. Но, при этом вам, при этом вам никто не мешает чувствовать себя, чувствовать себя так, как вы чувствуете. Как и чем? Я строю себя в такой. Первый аргумент для меня, что я не одна такая. Многие устраивают бесполезность. Я не хочу, но не говорю о том, что нельзя пользоваться. Кое-то даже убийство. Это страх смерти. Потому что убийство не бесполезно. Как вам вот, как бы вам неприятно это было слышать, да, но убийство не бесполезно. Вот. Оно, убийство, всегда имеет определенную роль. И это не имеет смысла в том плане, что, например, ничего не решают. Да. Это правда. Но пользу для, грубо говоря, какого-то человека, например, ну для какого-то конкретного человека, допустим, пользу. Убийство не бесполезно. Убийство не бесполезно. Убийство не бесполезно. То, что вы пытаетесь в данном случае сказать, что, значит, за убийство не бесполезно. Говорит о том, что вы, как раз таки, боитесь этого. Боитесь убить, ну, убийство, боитесь. Смерть боится. И удивительно, что, ну, грубо говоря, что вы сами об этом заговорили. Дальше. Я говорю о тех случаях, когда в день на ферме бывает по 7000 свиней, потому что они со своей жизнью существуют более странно. Да кто вам сказал? Чтобы мясо было вкусным, животным не должно быть больно и не должны они страдать. Если им будет больно, они будут страдать мясо, будет жестко. Чтобы мясо было хорошее, нужно сказать-таки, чтобы им было хорошо. И убивать их нужно безболезненно, чтобы они не успели почувствовать боль. Иначе мясо, опять же, будет плохое. Поэтому я боюсь, что здесь вы ничего не знаете. Но тема боли и страдания для вас, очевидно, болезненна. Потом это место выбраться в их жизни, чего не стоит получаться. Все это жизнь не стоит чего-то, все это жизнь не стоит чего-то. Как вас это вызывает даже вопрос? Мне кажется, это такой весьма важный момент. Как вы, ну, как сами считаете? Как сами считаете? Вот, нет, в моем стиле нет. Рассмотреть, как вас вот эта история вздевается. М? Как думаете? Вот. Мне кажется, это как минимум интересно было, было, было. Дальше. Так, это гетто, они живые, кроме того, выращивание животных глашев, цирки и так далее. Ну, мне кажется, что здесь вы про себя говорите, про свои переживания. Мы живем в мобиле рекламы, которая, по моим ощущениям, просто издевается. Повторюсь, здесь явно вы, вот, что-то вычисняете. То есть это вы говорите, вот, ну, как мне кажется, немножечко не о том. То есть это понятно, это проблема, да. И вы можете, в принципе, если у вас есть эта идея, вы можете стать активисткой, вы можете, как бы, этим заниматься. Никто вас, как бы, ну, никто вам этого не запрещал. Но идея в том, что вам именно больно, вы именно переживаете, вы понимаете, это близко к сердцу. Вот. И, как бы, это уже говорит о, собственно, вашей проблематике. Понимаете, какая штука. Дальше. Я молчу об этом. Первый раз решил поднять тему с незнакомым с людьми, кстати. Тему о чем? Знаете, вы, если, ну, помощи хотите, психологически, чтобы мы помогли вам, ну, как бы, разобраться в себе, да? А если вы, как бы, поддержки хотите, ну, в смысле того, что вы правы и так далее. Это немножко другое. Сайт, сайт, сайт наш здесь не брает. Не хочу открывать глаза близким людям. А с чего вы взяли, Евгений, что вы можете открыть глаза близким людям? То есть вы считаете, что, что ваша позиция, она, ну, как это сказать? Что, что она единственная верная? Так вы плагаете? Или как? Просто я хочу понять. Вы говорите, что боитесь, ну, не хотите открывать глаза близким людям. Почему вы? Или вы боитесь, что у них другое мнение на этот счет? Например, я все, что вы говорите, знаю. Но меня это не впечатляет. Потому что я понимаю, что это такая варианность. Я понимаю, что так складывалось исторически долгое время. Вот. И, как бы, человечество сейчас по-другому не может. Вот. Растительное мясо приближается по вкусу к мясу естественному. Но потребуется еще какое-то, какое-то время, чтобы оно приблизилось. Вот. Дальше. Это понимание приносит страдания. Кому? Я теряю желание стремиться к чему-то, мне кажется, все это листы мира. Что именно? Как это связано с вами? Я боюсь, что в этом мире все большее. И это кратко про страх смерти. Я не религиозный, думаю, что если бы была бы, был бы проще опять прислать этот человеческий идол, у которого мне нет уважения. Человеческий идол не нужно уважать. Мне кажется, что уважать нужно в первую очередь себя. Успокаивая себя наука из тот мир, который сейчас есть, благодаря людям, которые были великими в своей силе мысли. Ну как, как-то вы, как-то вы вообще, мне кажется, не в ту сторону уходите. Я стараюсь не давать себе унывать, смотрю комедии, отношусь к жизни все равно, ну, отвлекаюсь по сути. Могичко вот есть, он растет вместе с нами, недоверием к миру. Мне кажется, ваш недоверие к миру, это в большей степени недоверие себе. Вот. Честно говоря. Мне так, ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. А мне кажется, что это недоверие именно себе. Мы себе не доверяем. И вы боитесь, как бы, ну вот, смерти все-таки. С одной стороны. С другой стороны, я бы сказал, что у вас есть какое-то количество добавленное агрессии. Потому что тема агрессии, тема смерти, она у вас здесь присутствует. вот. И идея вины, идея вины, идея наказания тоже само собой влияет, ну, влияет, да, само собой. Поэтому мне кажется, что важно обратить внимание на эти вещи, на эти моменты. Ну и не отвлекаться. Отвлекаться. В целом, чего хотите там. Вопрос ваш к психологам. Ваша история – это запрос на психотерапию. Вот. Ваша история – это запрос на, ну, на работу. Эм. Психотерапевтическую. Работу. Вот. Но вопрос в том, вы за этим пришли? Как бы. Или вы пришли за чем-то другим? Вы говорите, что первый раз поднимают тему на незнакомые сайте, а тему о чем? Вот. То есть, какую именно тему вы хотите поднять? Тему того, что животных убивают или тему того, что вам это элит не дают. Я просто… Просто понять хочу. Вот. Либо… Ну, либо… Либо не очень получаются, не очень получаются. Понятно. Вот. В данном… Ну, вот. В данном случае. Вот. Такой момент здесь, на мой взгляд, присутствует. Важный. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, это было для вас полезно, как минимум. đây, яисточка. Жизнь. Ин Perdолу. Я это никогда не купил, возможно. Поэтому делаеманные деньги. По моему ответу вам, буду благодарен вам за обратную связь. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрушена.